Ребят, ещё раз привет! А почему ещё раз? А потому что всё у меня продолжается в воскресенье день. На один влог я уже наснимала, значит, как мы кровать перебирали сегодня. Перебирали, слышите? Разбирали. Теперь я перебралась в кухню, и мне нужно приготовить торт. У меня тут такой казус случился, что у меня мало яиц. Как я забыла, я не знаю. Ну, в общем, я с утра ещё сделала яйца со шпинатом, дожарила. Что-то до этого, день до этого я отварила яички. В общем, не подрассчитала. Магазины сегодня у нас все закрыты, а торт печь надо Марселю, да, поэтому мне пришлось как-то выкручиваться из положения. Тот торт, который я планировала спечь, не получится, потому что у меня не хватает яиц. Немножко по интернетам простора походила я и решила испечь. Уже давно хотела, но вот сейчас как раз такое подходящее время попробовать, потому что как раз все ингредиенты, которые нужны на этот торт, у меня есть. Ну, ладно, что, будем выходить и выкручиваться из того, что есть. Торт у меня будет молочная девочка. Торт этот я ни разу не пекла, поэтому сейчас буду печь впервые. Сильно показывать вам не буду, потому что я сама не знаю, что получится. Я не думаю, что будет невкусно, но я хотела бы, конечно, свой торт спечь, который у меня был рецепт. Ну, ладно, оставлю его на потом. И, знаете, как раз у меня оставалась сгущенка. Что тут у меня? Сгущенка вот такая вот я покупала в Лиддале, была акция там, русские товары были, да, вот сгущеночка. Остатки мои сладкие три яйца. Масло есть, сгущенка есть. Сейчас я буду готовить тесто. В принципе, коржи пекутся, посмотрела, ну, бисквит коржи, такой бисквитный коржи, да, будут. Посмотрела недолго, поэтому приступлю сейчас по-быстрому, чтобы сегодня торт собрать, а завтра, наверное, я оформлю его, да, как раз. Мне нужна буточка, кокосовая стружка, завтра, наверное, заеду в магазин и куплю ее. А может и нет, а может так выкручу из положения. В общем, буду выкручиваться и делать красивый торт с ему на день рождения. Не люблю маять тем, что вот эти торты, 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 это вот, 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 все, привет. Ладно, я так спать хочу, я так устала. У нас сейчас затянуло все тучами и вообще, и вообще хочу спать. Что я делаю? Рецепту нужно было два яйца, но они у меня очень-очень маленькие, я сделаю три. Я аж не могу, мне нужно отклониться же от рецепта. В яйца выливаю сгущенку. Добавляю размягченного масла, 80 грамм. И все это дело буду перемешивать. Перемешаю, ребят, покажу вам, какое получится тесто. Нужно мне распределить на два противня. И потом я поделю его на четыре части, с одного противня получится, как бы у меня 8 частей. Но будет не высокенький, прямо такой совсем, но и не низкий. Я думаю, это будет хороший выход с положения, чтобы не делать круглый сейчас. Потому что круглый очень долгое время у меня займет. Такой немножко ложечка. Вообще, сегодня такой день, знаете, что-то я многое развалила. Еще я сейчас хочу пойти покрасить брови и ресницы. Завтра у меня наконец-то маникюр. Поеду, сделаю ногти еще. Ну, там недолго, там часики назад. И надо уже подумать, когда вызывать мастера, чтобы подстриги покрасили. Вернули мои, наконец-то, эти, хотела сказать, терминские штрейки. Блин, как, милирование, да? И что я еще хотела сказать? Ну, в общем, завтра тоже делов хватает. Завтра еще хотела проехать по магазинам. Потому что Алина с Вовы приедут вечером чай попить, да, с Марселиком. С ним надо еще завтра погулять. И, в общем, дел куча. Дел просто куча. Мы еще сегодня позанимались, представляете? Еще пойдем, если дождя не будет, может, на роликах прокатимся часок. Автоматически, автоматически уже так. Все, давайте еще все это взобьем. Масло, кстати, у меня вот приготовлено. И покажу вам. Смотрите, я все смешала, да, масло, яйца, потом что на сгущенку. И добавила теперь 160 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Сейчас все это перемешаю и буду на лист распределять на две порции. А у нас соседи, блин, все отбивают в бирные мясо делают. Каждое почти божье воскресенье. Так, все, взбиваем. Ну, все, тесто готово. Что хочу сказать, при хорошем раскладе можно этот торт, в принципе, за 30 минут собрать. Но, так как я сегодня как капуша, еле-еле уже сил нету. Это, конечно, мне займет часик. Вот, теперь что, пергаментом я два противня застелила. Теперь мне осталось, мне кажется, самое нудное будет распределить вот это тесто на две части, потому что оно все-таки будет очень тонкое. И надо будет его растянуть по всему противню, да? Так, первый корж у меня уже в духовке или бисквит, как его тут обозвать. Самое, что нудное, ребят, это его, знаете, что по противню распределить. Поэтому два я не стала. Сейчас один поставила на 5 минут. Пока таймер будет считать, я вот второй размажу. Не очень так мажется, но как он же сладко, сгущенко и плохо тянется. А нужно, чтобы тонко было, да? Поэтому ввожусь. Сейчас тот достану, этот поставлю в духовку. Первый корж у нас все уже готов. Корж, бисквит, я бы сказала, это больше, конечно, выглядит как корж, но мягкий, как бисквит. Ставлю, я возьму просто вот такой лопаточкой и пройдусь по низу, вот так вот, чтобы он не приклеивался, да? Ну, просто проведу еще раз и оставлю его на пергаменте, вот так вот. Второй у нас бисквитик уже в духовке, поэтому сейчас надо подождать. И потом нам надо будет разделить. Вот что-то я смотрю, разделить его на четыре части. Он такой маленький будет, что ли, тортик. Даже не знаю. Сейчас стою, просто думаю, так вот прикидываю взглядом, но смотрите, на две как бы части нормально, да? А если на четыре, что это у нас получается? Вот такой вот мастенький тортик. Вообще мастенький, да? И у меня больше сгущенки нет с яйцами, чтобы еще испечь. Знаете, что я сделаю тогда, пускай он будет не сильно высокий, но я сделаю его четырехслойный. То есть я его поделю пополам, он будет вот такой вот, да, у нас продолговатый, прямоугольной формы. И, да, это получается раз, два, три, четыре. Четыре будет коржа. Лучше так, чем, допустим, ну вот это вот маленькое, это чересчур, это вот дома просто чай попить, да, я понимаю. А чтобы мне красиво формить, сейчас я стою, играюсь. Играюсь, слышите, я играюсь. Нет, на четыре мало. Тогда, в общем, я сделаю по-своему, сделаю вот так вот пополам. Краешки я обрежу. Все ровненько, да, когда он чуть-чуть подостынет. И сейчас вот второй достану, буду делать уже тогда начинку, крем. Так, девочки, смотрите, коржи мои готовы, они остыли. Сейчас я перехожу к сливкам. И мне нужна сахарная пудра. Видите, там песок. Почему я сделала вот такую пищевую пленку сверху? Ну, потому чтобы крышка термомикс оставалась чистой. Это же как мука потом. Поэтому сейчас делаем сахарную пудру. Выставляем на 15 секунд. Скорость 10. Но сейчас будет очень громко, поэтому вас отключу. Так, рассмотрим. Пропиликла, видите? Вся крышка чистая. Я так попробую эту вот пудру вымыш. Ну, как вымой, вернее. Такая дымка пойдет. Вот, смотрите. Сахарная наша пудра готова. Классно, здорово. Теперь я добавила сливки. Сюда же прикрыла опять же фолией такой пленкой. Закрываю, чтобы брызги на крышку. Потому что сильно отмывать крышку тоже не хочется. Поэтому пленку и ставлю, да. Даже крышечку не буду ложить, потому что здесь все у нас закрыто и видно. Теперь ставлю на 2 минуты. Две минуты. Так, побострее. Вот. И скорость 3, ребята. Фу, девочки. 2 минуты осталось. Я добавляла 30 секунд, потому что на 2 минуты мне показалось мало. А сейчас страшно аж открывать. Ну, короче, что будет, то будет. Нам же нужно промазать. Кстати, можно собирать его и со сметаной. Я смотрела, да. Поэтому я хочу со сливками. Не получится, буду со сметаной. Что теперь делать? Вау! Здорово! И крышка чистая. Ребят, я довольна. В общем, нужно 2,5 минутки. Ну, смотреть же опять на свои сливки. У меня 30% было, да. И сахарной пудрой я все-таки не 150, а 100 сделала. Вот, все. Давайте быстренько смажу. Я сейчас коржи и покажу вам, что получилось. Так, ребят, сливки у меня закончились. Что я скажу? 400 грамм сливок на 2 вот таких пласта, разделенных пополам. Мне показалось мало. То бишь, немножко он, конечно, чуть-чуть косоватый. Но это из-за того, что, я говорю, у меня были не гладко выровненные бисквиты. Вот эти вот коржи. Теперь, значит, что я делаю? Я его в таком состоянии оставляю. Мне самое важное, чтобы он пропитался хорошо. Тортик получается не маленький. Достаточно того, что мы его будем кушать действительно 2 дня, наверное. Вот. Ну, если уж очень вкусный, то за день. Сейчас я его обверну пленкой пищевой, уберу в холодильник. А завтра с утра я съезжу в магазин, куплю кокосовые стружки. Так, как у меня, посмотрите, сколько мало крошки, да? И я как-нибудь крошку соединю со стружкой. Завтра, понедельник, все откроется в магазины. И мне нужно еще сливок, чтобы выровнять бисквит сам, придать форму торта. Уже более-менее такого, да, торта нормального. Так что, так что, так что, что, ребят. Давайте до завтра. А завтра я продолжу влог. А пока я буду мыть свою термочашу. На всякий случай у меня стал миксер. Думала, придется добивать. Нет, все хорошо. Но я взбивала тесто ручным миксером. И теперь даже достала книжку посмотреть, как точно сливки взбиваются, что ни раз сливки не взбивала. И буду все это мыть, да? Так что приводить кухню в порядок. Все, ребят, завтра продолжим с вами. Девочки и мальчики, сегодня у нас уже понедельник. Я уже съездила, привела в порядок свои руки. Свеженький маникюр. Такой цвет вроде бы морковный. То чуть темнее, то чуть светлее. Соскучилась по ярким цветам. Кстати, вчера, когда я с вами уже попрощалась на одну часть дня, да, я покрасила брови и ресницы себе, но, но еще не выщипала брови, не было времени и не навела еще в шкафчике порядок. Думаю, наверное, знаете, что мы на следующем влоге уже будем в порядок в шкафчике наводить. Сейчас мое задание оформить торт. Я уже приготовила тесто, завела, заводила в термомиксе. Будет, знаете, что у нас ленивые манты. Я сначала думала сделать пельмени, но потом понимаю, что по времени это будет очень долго. Поэтому все в рулет скатаю и положу в мантоварку. Вот. У меня еще нужны бананы. Кстати, купила бананы, девочки, и они уже темнеют. Их нужно, короче, порезать и убрать в морозилку. Фарш уже замесила, поставила в холодильник. Теперь займусь тортиком. Вот. И к вечеру должны приехать Вова с Алиной попить чаек, если захотят покушать. Поэтому я тороплюсь все сделать часам к пяти-шести. Давайте так. Тортик в собранном виде, вы его видели. Я его сейчас попытаюсь оформить. Немножко реанимировать, потому что он не сильно ровный. Буду придумать, включать фантазию. И потом с вами еще встретимся и посмотрим, что у меня получилось. Сегодня в магазин, когда ездила, искала кокосовую стружку. Хотела засыпать немножко края. Пока, не поверите, в трех магазинах кокосовой стружки я не нашла. В четвертую уж не поехала. Думаю, времени нет. Вот. Это на обратном пути после маникюра. И у меня немножко есть вот крошки. С бисквита вот этого коржа. Да, я перемолола. И может быть, что-то мы украсим с вами еще и крошечкой. Так что вот. Все. Посуда меня ждет. Все меня ждет. А, девочки, я еще заказала себе пару салфеток с Гринвей. Порошок. Поэтому ужасно жду. Прямо с нетерпением. И думаю, что как раз пока они не придут. Ну, Таня сказала, что у нее наличие было дома. Что стучит-то? Вода на крышку капает. Нет. В общем, в посудомойке посуда грязная сама с собой говорит. И что я хотела сказать. А, ну Танюша мне сказала, что у нее все наличие было. Она мне сегодня уже отправит. Поэтому, наверное, будем убирать уже с вами шкафчик как раз с одной салфеток Гринвей. Вот. Все, ребят. Приступаю я к оформлению. Мало времени. Марсель сейчас на улице. И поэтому приступлю я. Смотрите на этого именинника. Я еще не успела закончить. Так он уже прибежал. Это ты? Да, да. Приехал тут. Как тебе тортик? Шлей. Шлей? Плохо? Тебе не очень нравится? Капа. А? Шерц. Вот. Своим приколом. Я еще не вытерла. Ничего не обтерла. Так. Вот. И мы до самого раннего салфона. Вот. 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 Вкусно, да? А, надо еще досыпать. Вот. Ничего не досыпало. В общем, подожди, нос убирай свою торта. Марсель, ну ты сейчас зацепишь. Ну ты что делаешь? А я сик-сик-сик. Ну, сейчас мне нужно все обтереть, еще досыпать крошечкой. И, в общем, получается, ребята, вот так вот. Секундочку. Получается вот так пушистенько, потому что сливок, сливки текут. Текут сливки. На жарко. Мне нужно его быстро в холодильниках. Ну как, отправлять, в общем. Как-то так, ребята. Надо еще обтереть его. Обтереть и отправить. Вот. Вот такая красота. О, уже, видите, стекают сливки. Надо быстрее в холодильник. Я тут на кухне вожусь. Марсель кричит, мама, мама, быстрее камеру в руки бери. Я думаю, что случилось? Алина с Вовой приехали. Подарки ему надо открыть. Вот. Э, почему Вова? Вот какой. Алина, это, 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 это я в Афганск. Я в Афганске, я в Афганске. Я в Афганске. Что нужно сделать? Алина обнять, сказать спасибо. вот так а то смотри-ка все только вода а вову обнять сказали что только алина все купила вон работе был вова денежки заплатил он просто играл он оторвался прибежал а я на кухне так что я опять на кухне сейчас покажу вам вот что у нас получилось мы все это дело разрезали потому что тарелки не все такой нету большой что поместилось что-то потом уйдет в контейнер в холодильник а сейчас горячее мы сядем покушать со сметаной . короче быстро и просто сейчас мысль покажет прям а то я не поняла вообще что в воде подарил с алиной так ну сначала говорит не самое шикарное это рафаэлла со вкусом малинки да малинка химбер вот такой рафаэлла марсельна любимая орешки вот такие вот это получается что у нас орешки в таком вот как в тесте что ли они это марсель любит получает редко но метко вот такой и что было еще в плюс ко всему что слова с алиной подарили карточку на 20 евро и это для playstation игры да ты можешь себя выбрать что ты хочешь да вот волосами не подарили хотя у марселя комнаты наряжены здесь у него написано вот если хиглюк лучше по-немецки с днем рождения вчера мы ночью свете все это ой после к своими шариками вешали смотрите здесь такая классно когда вертится вот так мне нравится вот тут много шариков да ты именинник сейчас пойдемте покажу еще у нас здесь получается спальне конечно же бардак марсель игрался это вообще блока так катастрофа во первых шарики на потолке увешаны вот такие вот шары вот здесь тоже здесь марсель вчера за 15 минут буквально воспроизвел все лего в майнкрафт смотрите построил среди убирать не собирается здесь ничего такого да и сейчас покажу в зале как выглядит вот видите так сама и сходим конечно покушали теперь можно сама посходить на шторах еще есть видите с днем рождением по-английски марсель вчера своих роботов установил на окошко сказал будет стоять здесь да марселька пистолеты на кровати установил пока так красоту навели и три зайца вчера третьего зайца достали представьте третьего а у него четыре и три зайца три да а где еще один а резиновый маленький вот такой вот я не знаю точно когда которого воду можно так все я пошла и на кухню то ведь это посуду убирает это я тут а с марселиком нахожусь снимаю все пошла на кухню ну и в зале тоже так вот пару виндушек таких мордочки смайлики уже последний год наши флажочки дождались марселя а желание загадал желание загадал ну вот он уже загадал оказывается заранее ладно сейчас мы проводим детей потом включим все еще чуть-чуть злой да марсель пробует кусочек и что скажешь марсель как тортик очень хороший у кого вкуснее у тебя или у вовы был вот мне интересно наверно вовы вкуснее да ой 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 но дело в том что вот этот тортик получается он нежный а у вовы более такой как сытнее да что скажешь твой тортик вкуснее потому что не такой сладкий да он не так сладкий как овен был до больше как бисквита такого а у вовы безе было поэтому очень сладкий но мы вове сольные отрезали сейчас тоже будем пить чаю берем посуду вот так вот в разрезе вот так в разрезе кусочек видите просто я посоветовала больше больше слоев делать работа конечно красивее и ну папа выше тортиксом тоже хватает я не могу я не могу еще выше я хотела вот такой же только выше но у них есть еще один кусочек серьезно это сейчас такой вкусный я превращаю заходила ну бери и конечно твой же день рождения еще столько же надо отдавать мыши ну смотрите какой обезьянка все говори всем пока пока